Всем привет и добро пожаловать на мой экип канал. Меня зовут Анета и сегодня у меня для вас целый мешок пустых баночек. Я не шучу. Действительно, собрала для вас целый мешок. И каждый раз в середине месяца я думаю, ну наверняка опять ничего у меня не закончится, показывать вам будет нечего. Но нет, к концу месяца набираются баночки и сегодня мы с вами насладимся. Сегодня мы с вами развлечемся и рассмотрим все мои пустые баночки за декабрь. 2023 года. И начнем, как всегда, по категориям. Начнем мы с вами с категории из ванной комнаты, а именно уход за волосами и уход за телом. Первый продукт, который я вам покажу, это просто адский продукт. С одной стороны, он мне безумно понравился, с другой стороны, я его больше не куплю. От марки Кнайп. Выглядит вот таким вот образом. И это средство, которое помогает вам в ванной расслабиться максимально. И это действительно так. Здесь потрясающий аромат пачули. Из сандалового дерева. Мне очень понравился этот аромат. И я бы с удовольствием им пользовалась дальше, если бы не одно но. И это но в том, что вам потом придется отмывать вашу ванну целых два дня. Так обычно со мной случается. Здесь буквально капелюшечка осталась. Цвет такой насыщенный, синий. Очень классный, очень располагающий. И действительно, вода у вас будет темного, насыщенного, синего цвета. Пены как таковой он не дает. Она в самом начале потом растворяется. Но вода синяя остается до конца. Аромат, плагоухание, расслабление. Все идеально. Но потом ваша белоснежная ванна будет синяя. Отмыть это невозможно. Только средствами, причем такая тяжелая, должна быть очень артиллерия. И стойкие, невероятные, химические, не самые приятные по аромату, а такие продукты, средства, которые смогут что-то отмыть. Потому что в противном случае вы просто это не отмоете. Жаль, очень жаль. Очень жаль, что действительно пачкает ванну. В противном случае я бы с удовольствием повторила. Потому что мне понравилось здесь практически все. Кроме того, что этот продукт нереально сильно пачкает ванную комнату. Поэтому, так скажем, я буду его рекомендовать только в том случае, если вы готовы к уборке морально и физически. Если нет, то лучше не покупайте. Следующий продукт, он редкий гость в наших пустых баночках. Потому что я не считаю его настолько интересным, чтобы о нем говорить. Но не в этот раз. Это зубная паста от марки Le Bon. И это французский бренд, французская марка. Я покупаю его периодически. Это мой, наверное, второй или третий. Мне он попадался в адвен календаре от Косметери. И я хочу сказать, что мне, в принципе, эта паста нравится. Она не ядерная. Она, наоборот, очень нежная, деликатная. И я ее использую для такой каждодневной чистки. Но здесь, по-моему, у нас был эффект отбеливания или нет. Здесь мята, но она очень такая нежная и очень-очень деликатная. Нет, тут не написано, что это отбеливающая, потому что у меня была еще какая-то отбеливающая. Вот я не пользовалась на постоянной основе, потому что у меня очень-очень чувствительны зубы. И как только я слишком часто использую отбеливающие зубные пасты, так сразу начинаются проблемы. С этой зубной пастой никаких проблем не было. Я могла использовать на каждой дневной основе. В принципе, она мне понравилась. Я с удовольствием ее повторю, вроде каком-то другом вкусе. Вот. Такая зубная паста из Франции. Следующий продукт, это будет Дуо. Шампунь от марки ВАУ и кондиционер. Мы находили в адвен календаре от Вокфантастика. Я брала это Дуо в свою косметичку уходовую месяца декабря. Закончила. Конечно, кондиционер закончился у меня в разы быстрее, чем шампунь. И если шампунь мне безумно понравился, я бы с удовольствием купила полноразмерку. Здесь было 30 мл. И этот шампунь должен также защищать ваши окрашенные волосы. То есть продлять цвет, защищать этот цвет, который в ваших волосах. Но мне чем он понравился? Тем, что здесь был приятный для меня аромат. Вам было немножко, буквально нужно для того, чтобы распенить. Хорошо промывало. Хорошее приятное ощущение чистоты. И да, с удовольствием бы повторила. Что касается кондиционера, то я не заметила совершенно никаких особенных результатов. То есть я за эти два раза, что я смогла им воспользоваться, ничего особенно не поняла. Поэтому, конечно, повторять бы я его не стала. Ну, по крайней мере, с моими волосами ничего феерического он не сделал. Далее у нас We, скажем, наверное, так. Все еще не знаю, как правильно произносить. Мы находили влог фантастики февраля. Это была лимитка к Дню Святого Валентина. И это Live-In Conditioner. Здесь 25 мл. Мне надолго хватило. Я его использовала, конечно же, буквально немножко. Потому что иначе можно просто зажирнить волосы. Здесь роскошный, невероятно классный для меня лично аромат. Дозатор хороший. Он доходит просто до самого дна. Но прям последнюю капельку он собрать все-таки все равно не смог. Тем не менее, я абсолютно довольна этим продуктом. С удовольствием его повторю. Если где-то он мне еще попадется, я буду ему исключительно только рада. Мне он абсолютно понравился. Еще такой продукт, который мне ну очень-очень понравился. От Gliss Coeur. Это Color Perfect. И здесь у нас было 50, по-моему, миллилитров. Да, 50. Это спрей. Тоже с очень классным, приятным ароматом. Спрей, как тоже Leaf In Conditioner. Он для таких сухих и для окрашенных волос. Он тоже защищает и увлажняет окрашенные волосы. Дозатор был роскошный, прекрасно. И до последней капельки я его использовала. С удовольствием повторю. Находила, по-моему, в... По-моему, знаете, в... Вот мы покупали... Как же она называется? Ах, я забыла, как она называется. Это этот пакет, который мы покупали в Германии, который был бесплатный. А, Campus Tutte все вспомнила. Давно я ее не покупала, аж забыла, как она называется. По-моему, мы находили в Campus Tutte. И я использовала с большим удовольствием. Шикарная вещь. Мне очень-очень понравилась. Далее переходим на тело. И здесь у меня закончился продукт от Mioclay Away Body Cleanse. За 30 мл. Это гель для душа и маска для тела. Я использовала в основном как маску. У меня все-таки бывают периодически воспаления вот в этой зоне. Мы не всегда качественно, может быть, промываем зону после шампуня. Потому что, если действительно вы используете шампунь или кондиционер, и это попадает на тело, и вы не смываете до конца, все равно вы не видите, смыли или нет, то высыпания, к сожалению, появляются. Ну, опять-таки, если где-то вспотел, спортом позанимался, побегал, то опять-таки поднится. Поэтому я использовала на вот в основном зону декольте. И мне хватило на очень-очень долгий период времени. Хорошо, кстати, пенится в качестве геля для душа. Мне тоже он очень понравился. Как маска тоже приятный. Это глиняная именно маска. Есть такой вот аромат специфичный. Но в остальном мне подошел этот продукт. И я, в принципе, буду ему рада, если мне снова попадется. Далее у меня от Ifroche крем для рук. Пор Арника 75 мл. Ох, какой это был классный, напитывающий, богатый крем. Я его использовала исключительно на ночь, потому что рукам ночью нужно восстанавливаться. И этот крем справлялся с этой задачей. Вообще, изначально, когда я его покупала, я его покупала для моего супруга, потому что он просто обожает все, что связано с Арникой. Но он как-то не захотел пользоваться этим кремом, поэтому я его забрала в свое использование. Очень понравился. С удовольствием повторю шикарный напитывающий крем. Далее у меня от Shiseido, снова из моей косметички уходовый месяца. Это лосьон для тела. Какой же невероятный, потрясающий аромат гинза. И я его обожаю. И этот аромат оставался на моем теле. У меня здесь еще в использовании был гель для душа. Он у меня не закончился. И когда вы используете гель для душа, вы уже погружаетесь в этот невероятный аромат. Плюс дополнительный лосьон для тела. И аромат держится на вашей коже относительно долгий период времени. Мне очень понравился. И сам лосьон, как он впитывался, очень быстро. Не оставлял никаких разводов. Не оставлял никакого ощущения жирности. Наоборот, быстро впитывался. Кожа была сухая. Можно было одеваться, идти по своим делам. И наслаждаться любимым ароматом. Понравился же, конечно, что закончился. Следующий продукт от Эспа. Тоже из моей косметички. Здесь у нас стекло. Все дорого-богато. 100 мл. И это было масло. Масло, которое можно было использовать как масло для ванны. Чтобы так смягчить водичку. А также можно было использовать на тело. Я использовала после приема душа и ванной на все тело. И мне очень понравился. Конечно, он жирненький. Это нужно понимать. Даже с учетом, что я использовала на очень влажном, готовую к маслу тело. Все равно, если сразу одеть какую-то одежду, остаются полоски. Если прикоснуться к дивану, то остается след. Не впитывался сразу. Но результат в итоге, когда он все-таки впитается. Мне очень нравилась. Кожа нежная, приятная. И здесь был аромат. Этот аромат мне такой знакомый от какой-то французский тоже бренд. Я покупала когда-то Declare, по-моему, называется масло. И пользовалась им. Вот тот же самый, вот в эту сторону какой-то аромат. Мне очень понравился. Шикарный продукт. С удовольствием бы повторила. Если бы была такая возможность. И еще один мой фаворит закончился. Это долгоиграющий продукт. От Болея Болея из магазина ДМ. И здесь у меня, к сожалению, limited edition. То есть ограниченная серия. Значит, я купить больше не смогу этот продукт. И очень очень жаль. Надеюсь, что они когда-нибудь решат все-таки вот именно это сочетание. Добавить в их основную коллекцию. Потому что на самом деле это потрясающий аромат. Очень нежная консистенция. Пена. Она настолько плотная, хорошая. Долго держится. Здесь было 200 мл. Я расходовала, ну, где-то полгода минимум. А то, мне кажется, как-то месяцев так 8 мне понадобилось. Понятное дело, что я не мужчина. И я не бреюсь каждый день. Но, тем не менее, надолго хватило. И минимальные деньги стоят прекрасный продукт, который я с удовольствием бы повторила. Следующая категория это очищение лица. И здесь у меня закончились мои обожаемые салфетки для снятия макияжа. Которые я использую исключительно для того, чтобы снять свочи. Или как-то убрать, вдруг там испачкала стол. Что-то подтереть. Что-то, может быть, кисточки почистить. И это самые обалденные салфетки, какие я использовала за все это время. Тоже, к сожалению, limited edition от Болея из магазина ДМ. Я покупала, насколько можно было много упаковок. Но, к сожалению, вот последняя у меня закончилась. Таких качественных, мягких, приятных, нежных по ощущению. Они не растягиваются, не рвутся. При этом нежный, приятный аромат. И, ну, это восторг. То есть, вот эти салфетки самые-самые обалденные. Я могу вам только их порекомендовать. Очень жаль, что, конечно, их уже нет в продаже. Но вдруг, вдруг вы где-то найдете. Вот они потрясающие. И я бы с удовольствием просто скупила, наверное, целую огромную такую картонную коробку. И пусть бы они у меня были. Я соблазнилась на вот этого зайку. Но не ведитесь на его очаровательную мордашку. Потому что зайка обманчив. Это салфетки, которые я вам не порекомендую. С магазина Росман и Сана. Три в одном. Мягкие салфетки. И подходят и для глаз, и для губ, и для лица. Но, понятное дело, мне подходили для свочей. Но мне не понравилось качество. Качество этих салфеток. Этот аромат. Они очень быстро сохли. И, ну, нет. Вот эти салфетки вообще совершенно хорошо, что они limit edition. Здесь вот круто, что они сделали просто ограниченную серию. Потому что такой в ассортимент просто нельзя. Нет, нет, нет. Не ведитесь, не берите. Здесь без алкоголя. Милый зайка. Да, конечно, хочется соблазниться. Но, поверьте, это салфетки, которые не стоят покупки. Сколько бы они стоили. По-моему, они стоят меньше евро. Тем не менее, они того просто-напросто не стоят. Дальше у меня закончились вот такие вот диски для снятия макияжа. Я покупала их в Турции. Марка называется Luxe. Если вы живете в Турции, может быть, их видели. И здесь было 60 штук. Они, причем, были огромные. Они были реального, такого гигантского размера. Но здесь, если вы заметили, малыш нарисован. То есть, это не для косметических целей были эти салфетки. Они были предназначены, конечно, для детишек. Но, тем не менее, качество шикарное. 60 штук мне хватило надолго. Потому что у них были такие большие форматы, большие размеры. Они полностью были прошиты с двух сторон. И никак не рассоединялись. То есть, здесь качество было шикарное. Когда я буду снова в Турции, обязательно приобрету еще. Потому что они действительно суперские. Средства для умывания от марки Kiehl's. Я тоже закончила. 30 мл. И здесь было средство с календулой. Из моей косметички дорожной. Мы вот как раз-таки встречали новогодние праздники в сторону Австрии. И я благополучно закончила свою умывашку. Очень мне понравилось. С удовольствием повторю. Потому что нежная консистенция. Хорошо размыливается, распенивается. Очищает. Есть ощущение чистоты. Нет ощущения сухости. Приятный нежный аромат. То есть, здесь все замечательно. Могу только рекомендовать. Буду рада, если снова получу в какой-нибудь коробочке красоты. И заключительный продукт из этой категории. От Биодерма. Биодерма. Здесь 500 мл. Мы получали в бьюти-боксе. По-моему, Блиссин. Летняя была лимитка. И тут просто такая здоровенная полноразмерка. Я заканчивала, ну, мне кажется, месяца 3. И сначала, если честно, я не поняла этот продукт. Мне он показался каким-то жестковатым, что ли. До этого у меня было в использовании более мягкое средство. Более мягкая мицеллярная водичка. Но потом я распробовала. И где-то на середине мне прям, ну, очень-очень понравилось. Я с удовольствием, опять-таки, повторю. Конечно же, и такой объем, ну, его хватает надолго. Я понимаю, что это не бюджетная марка. Что если вы приобретете, то все равно это будет более выгодно, если, может быть, вам важно. Качество здесь, насколько я так понимаю, для таких чувствительных было глаз. Написано на французском, на моем многообожаемом языке, на котором я мало что понимаю. Но хорошая, действительно, мицеллярная водичка. Я снимала макияж с глаз. Снимает все, совершенно, абсолютно. Даже очень водостойкие карандаши, туши, макияжи такие масштабные, где очень много слоев и праймер. Супер. Прекрасный, отличный работающий продукт. Следующая категория, одна из интереснейших, и это уход за лицом. Здесь у меня были ампулы от Бабор в косметичке уходовой месяца. Новые для меня, Perfection. Здесь 7 ампул. И они были с АХ кислотами. Хочу вам сказать, действительно, я это ощущала. У меня лицо серьезно на эти ампулы реагировало. Были покраснения, легкое щипание. Но, тем не менее, в принципе, потом они очень быстро все эти неприятные ощущения проходили. И лицо успокаивалось. Но вот буквально только я нанесла, сразу было покраснение и пощипывание. Ну, здесь кислота, да, она не сильная. Здесь, по-моему, 8%. Да, 8%. То есть на 5% я реагирую однозначно хорошо. На 8%, как мы выяснили, уже реагирую. И визуально это видно. Мне понравились ампулы, в принципе. Я наверняка их повторю, если они попадутся. Но какого-то нереального эффекта я от них не увидела. Вообще, в этом месяце у меня выскочил какой-то новый друг. Я думаю, что вы тоже заметили. И он никак проходить не хочет. То есть, как бы я ни старалась, как бы я ни пыталась его вывести, к сожалению, ничего мне в этом не помогло. Ну, как бы так. Следующий продукт это Face Mist. 150 мл. Спрей для лица. Из бьюти бокса. Гуди бокс мы находили. Он у меня еще не закончился полностью. Буквально на один, максимум два раза. Но я думаю, вам покажу. Мне понравился сам продукт. Приятный. Но распылитель просто ужасный. Он просто откровенно плюется. И неприятно действительно использовать его из именно этой упаковки. Им что-то нужно было просто-напросто сделать именно с дозатором. Все остальное замечательно. Но увлажняет ли кожу? Скорее нет, чем да. То есть, это такая первая ступенька, буквально немножечко вам освежить лицо. Но это, конечно же, один из этапов, которые я использовала. В остальном, ну, никаких претензий у меня, по крайней мере, к этому продукту точно нет. Следующий продукт я вам покажу от Ифраше, 75 миллилитров, с водорослями. И это была маска. Ох, как долго я ее заканчивала. Вы просто не представляете. Но потому что я небольшой фанат, во-первых, таких масок. Просто потому что мне проще и интереснее нанести тканевую маску, чем вот такую маску, потом ее смывать. Она хорошо наносилась, хорошо увлажняла. Здесь легкий, очень легкий, приятный аромат. Вообще совершенно никаких претензий к этой маске нет. Можно повторить, да. Просто я не тот человек, который любит именно такого вида маски, такого вида уход. Следующий продукт от марки Дорфин, 50 миллилитров. И это был тонер для увлажнения лица. Очень классный, очень понравился, приятный аромат. И хорошо увлажнял кожу. Опять-таки, это не заключительный этап. Это один из этапов. Мне на месяц хватило. 50 миллилитров мне хватило на месяц. Как бы вот вы удивляетесь, как я так долго расходую такие маленькие объемы. Но я не могу ничего поделать. Я использовала на лицо, на шею, на зону декольте в течение всего месяца. И мне хватило 50 миллилитров. Хорошая, приятная, пластиковая, правда, упаковка. Но, тем не менее, она очень хорошего качества. Дальше у меня был Эли Мис. Это снова из моей косметички уходовой. Так же, как и Дорфин. Здесь 28 миллилитров. И это увлажняющая эссенция. Спроколаген Марину Старайзе Эссенс. Я тоже расходовала целый месяц. Вроде как 28 миллилитров. Но я думаю, ну там 2 недели на такой объем. Но нет. Здесь консистенция очень интересная. Она так хорошо распределяется. Она растягивается по вашей коже. То есть, она не сразу впитывается. Вы можете ее прям разнести. Я снова использовала на шею зону декольте. И лицо. Все вот эти 28 миллилитров. Целый месяц. Роскошный. Очень приятный. И аромат. И консистенция. И то, какая кожа после. Она действительно такая увлажненная. Какая-то напитанная. Мне безумно понравился. Я с удовольствием повторила. И еще расскажу мои шаги. Это был первый шаг. После того, как я только умылась и протерла лицо. Дальше был вот этот тонер. Затем шел Элемис. И здесь так и написано, что это не замена тонеру. Это шаг за ним. Так я использовала. Как написано в инструкции. Дальше у меня будет продукт от Биотер. Здесь 13 миллилитров. И это было средство для ухода за губами. Я очень долго расходовала этот продукт. И мне здесь не понравился только один момент. То, что плотность продукта не позволяет легко его оттуда выжить. Из этого носика нужно было постараться, чтобы нажать. И что-то оттуда вышло. Сам продукт. Он хорошо напитывал губы. Он был очень-очень приятным. В принципе, я бы повторила. Но единственное, что в другой упаковке. Потому что мне, ну, к сожалению, такая упаковка, она была именно вот с этой консистенцией не очень комфортна. В остальном все замечательно. Дальше, дальше. Здесь у меня Scane Door. Я вам говорила, что не знакома с этой маркой. Я взяла ее на тест. Именно в косметичку месяца. Весь декабрь 15 миллилитров. Я использовала в качестве дневного ухода. И здесь у нас для сухой и очень сухой кожи. Зима, отопление. Это самое-самое то. То есть, это увлажняющий крем. И здесь был очень интересный, такой настойчивый, преследующий аромат. То есть, вот практически несколько часов после использования я все равно его ощущала. Что-то тут у нас написано по поводу аромата. Нет, ничего такого. Но тут на очищенное лицо небольшое количество. Но так я использовала. Поэтому мне 15 миллилитров хватило на целый месяц. Я его использовала только как дневной уход. Не под макияж. Потому что под макияж у меня всегда другое средство. А вот именно пока я завтракаю, пока я, может быть, там убираюсь, делаю свои какие-то дела домашние, мне не нужно никуда выходить, тогда я наношу вот этот крем. И пока я дома, я использую его. Понятное дело, что если я куда-то выхожу, я умываю заново и наношу какой-то другой уход под макияж, если это макияж. Либо какой-то уход такой, который позволяет мне выйти на улицу. Более, скажем так, напитанный, напитывающий более серьезным. Еще один продукт от La Roche-Posay у меня закончился. Здесь, ну, прям малышка-малышка. Это какой-то пробничек. Я пытаюсь найти, сколько у меня здесь объем, но я ничего не вижу. А 3 миллилитра. Ну, тут действительно прям супер малышечка. С АБ-5. Ну, что могу сказать? В принципе, очень приятная консистенция. Мне все понравилось. Не могу сказать, что прям сильно как-то она напитывала. Но здесь написано, что это бальзам. Это не крем. Поэтому по консистенции он был, конечно, более такой, какой-то, ну, жиденький. Хорошо распределялся. Хорошо быстро впитывался. Мне бы, конечно, попробовать что-нибудь побольше. Но у меня была, к сожалению, только такая малышка. И еще одна малышка от Chanel. Здесь уже 5 миллилитров. Роскошь. Роскошная. Я брала с собой в косметичку мою Travel. И закончила, к сожалению. Мне понравился. У меня есть еще один рич-крем. И это крем, который прям такой, знаете, плотный. Напитывающий. Вот он роскошный. Он обалденный. Ну, и этот мне очень понравился. Но здесь консистенция была такая более плавная. Более расслабленная. Более хорошо распределяющаяся. Я использовала на лицо. И этот крем должен был немножечко подтягивать. Ничего не могу по этому поводу сказать. Никакой подтяжки визуальной я не увидела лица. Но использовать было одно сплошное удовольствие. Вот такие продукты были для ухода за лицом. Дальше у нас будет категория без категории. В этой категории мы начнем с продукта, который, к сожалению, я вынуждена выбросить. Отсортировать. Он, мне кажется, испортился. Есть такие мне подозрения. И это средство для гигиены рук. Санитайзер 60 мл от The Body Shop. И он был с мандаринкой или с апельсинкой. Но здесь какой-то такой странный специфичный аромат. Это апельсинки и мандаринки. Он у меня лежал в машине. Потому что, конечно же, после покупок, после того, как вы там что-то потрогали, я с удовольствием использую средство гигиены для рук. Но он начинал скатываться. Во-первых, тот сам аромат какой-то был крайне специфичный. И скорее даже неприятный, чем приятный. Плюс ко всему, он начинал скатываться на руках. И вот эти покатушки были просто уже неприятны. Тем более, когда вы берете за руль. Ну, в общем, такие специфичные ощущения. Поэтому я его, к сожалению, просто-напросто выбрасываю. Следующий продукт тоже более приятный от Rituals. Я находила в коробочке сюрпризе от Rituals. Я покупала такой сюрприз-бокс. И это средство, которое должно освежать белье, освежать... Ну, просто лаундри тут написано. То есть, получается освежать действительно постельное белье, может быть, полотенце. Но я не купила бы этот продукт самостоятельно. Просто по одной простой причине. Он пахнет невероятно приятным. Это у нас Rituals Saku. Но, понимаете, дело в том, что вы хотите чувствовать этот аромат. Правильно? Зачем тогда вы его покупаете? Но он совершенно не держится. Буквально пару минут и все. Я совершенно его потом не чувствую. То есть, что освежает, что не освежает, совершенно мне непонятно. Поэтому нет. И очень быстро закончился 20 мл. Потому что, конечно, мне хотелось, чтобы я ощущала этот аромат, раз я уже его использовала. Через какое-то время, когда я достаю те же самые полотенца или, может быть, постельное белье. Но нет. Этого аромата там просто-напросто вообще ни капельки нет. И даже когда я его просто распределила в комнате, в шкафу, я снова открываю этот шкаф. Через какое-то время этого аромата там просто-напросто нет. Поэтому я не понимаю смысла вот в этом освежителе для белья. Еще один продукт, который я вынуждена отсортировать, от марки Сиен. Здесь 48 часов, без алкоголя. Для черного будет тоже невидимый. Не оставляет своих отпечатков. Здесь 50 мл. И этот дезодорант у меня практически новый. Я его вот только-только начала. Есть такой аромат специфичный. Во-первых, аромат мне не очень нравится. Во-вторых, он очень липкий. Вам просто нужно стоять с подмышками вот так, пока все, ничего не высохнет. Иначе вы приклеитесь. Вы не сможете потом отклеить свои руки. Это раз. Во-вторых, вы не сможете одеться. То есть вот это вот быстренько использовал, побежал, оделся и убежал. Нет, это не вариант. Вам действительно нужно использовать, стоять, ждать, пока подсохнет, высохнет. Но такие телодвижения ради такого бюджетного продукта мне неинтересны. Дальше я закончила 2 маски для сна. Вот эта вот китайская, по-моему, она была даже у меня последняя. С ней все было нормально, но я их не повторю. Я вам уже рассказывала, что, к сожалению, некоторые из них просто-напросто перестали работать, перестали нагреваться. Я не вижу смысла тратить на это деньги. Из магазина Экшн. Вот эти шикарные, роскошные, мною горячо любимые и обожаемые. К сожалению, уже второй раз, когда я посещаю магазин Экшн, их там нет. Признавайтесь, кто их раскупает. Но оставьте хотя бы одну упаковку, честное слово. Потому что не могу их уже купить. Они роскошные, я их обожаю. Использую каждый раз, когда у меня какие-то проблемы со сном. Либо когда мы в каком-то путешествии в новом отеле. И неудобная кровать, неудобная подушка, все чужое, пахнет не своим. Поэтому я имею сложности с засыпанием. Чтобы хоть как-то себе помочь, я использую вот такие маски для сна. И это действительно работает. Еще один продукт от OPI. Здесь средство для кутикулы. Буквально вот чуть-чуть осталось. Но, к сожалению, уже никак не достать. Не работает больше. Мне все понравилось. Прекрасная вещь, хорошо увлажняла кутикулу. Использовала с большим удовольствием. Но единственное, что я забываю такие вещи, откровенно вам сказать. Потому что я использую крем на руки и втираю еще в кутикулу перед сном. Поэтому отдельное средство для кутикулы для меня это скорее какой-то лишний продукт в использовании. Потому что я просто про них забываю. Даже если они у меня лежат на моей тумбочке прикроватной, я все равно про них забываю. Дальше у меня будут свечки. Я в этот раз закончила целых две. Вот эта вот большая просто гигантская свечка в стекле марка Вилла Верде, наверное, называется с магнолией. Вот магнолией она не сильно пахла. Она пахла приятно каким-то таким нежным цветочком. Но только если вы очень-очень близко к ней подойдете. Догорела она у меня замечательно и до конца. Все вообще замечательно, прекрасно. Где она была куплена, не могу вам даже сказать. К сожалению, тут ничего не написано. Где бы она могла быть приобретена. Возможно в магазине экшен, возможно нет. Потому что я получала в подарок или в магазине Мюллер. Вполне возможно. Единственный нюанс, который вам нужно помнить всегда со всеми свечками. Что чтобы они у вас ровно и хорошо горели. Вам нужно дать им прогореться несколько часов. Так написано в инструкции. И этому следует следовать. Следовать. Вы ее оставляете на несколько часов, пока верхний слой полностью не растворится. Тогда она будет у вас гореть до конца. И просто она уже ничего не останется. Это прекрасная свечка. Она горела очень медленно. Очень надолго ее мне хватило. Я практически каждый вечер ее зажигала. И наслаждалась просто от того, что неприятно. У меня даже сейчас горит свечка. Просто вы ее не видите. Цена стоит на моем макияжном столике для поддержания атмосферы. И плюс заполнять, конечно, ароматом комнату. Скажем так, тоже мелочь, а приятно. Отличная свечка. С удовольствием бы повторила. Просто потому, что она хорошая и качественная. Еще одна свечка у меня от Yankee Candle. 37 грамм. Она у меня не догорела до конца. Но тут это моя вина. Дело в том, что я вынуждена была уже уходить. И ее затушила. Дальше уже вот еще раз ее никак нельзя зажечь. И поэтому у меня на самом донышке немножечко осталось. Но невероятно классный, приятный аромат. Аромат хлопка. Аромат нежности. Аромат такого, знаете, какого-то одеяла. Одеяла пушистая, с которым хочется обниматься. Вот такие вот восприятия. Я находила эту свечку в наборе из трех таких маленьких свечек. В InStyle боксе. Вот. Одна из них у меня сейчас закончилась. Но она мне очень понравилась. Вообще замечательная. И я рада, что у меня есть еще две. Буду, конечно, умнее. Постараюсь не задувать. Но безопасность в первую очередь нельзя без присмотра оставлять свечки ни в коем случае. Следующая категория у нас с вами декоративная косметика. Здесь у меня закончилось буквально три предмета. Первая это от MADARA 30 защиты SPF. И еще такая небольшая цветовая есть передача. Но она настолько деликатная, что буквально выровняет вам просто тон вашей кожи. То есть ничего не перекроет. Но кожа, ваш вид внешний, он будет более таким каким-то здоровым, более ухоженным. На лето это было идеально. Я использовала только его как основу, как базу. Потом пудру, румяшки, хайлайтер. Все как надо. И идеально. То есть вам не хочется летом использовать очень много продуктов. И для меня этот продукт на лето был просто прекрасен. Здесь, конечно же, 10 мл. Малышка, это не полноразмерка. Но даже такого размера хватает. Но очень-очень надолго. Я закончила, окромя как раз-таки к дате, когда все уже. Пользоваться больше нельзя. И мне хватило на все лето. Так что 10 мл хороший объем. Следующая здесь у меня от Гош. Это тушь. Тушь Wonder Volume. Из Гуди Бокса Адвента 22 года. Мне эта тушь не очень понравилась. Я вам объясню почему. Во-первых, здесь вот кисточка, которую я не очень люблю. Это кисточка, которая не подтягивает мне ресницы. То есть я не вижу особо эффекта вот именно от таких кисточек. Бывает, бывает, конечно. Все зависит от формы. Все зависит от формулы тоже. Но вот эта вот тушь как-то меня не сильно впечатлила. И она такая, которую бы я не повторила. Скажем так, абсолютно мимо меня. От Note Cosmetic мне понравилась тушь. А где мы находили, я уже не помню. Perfect Lush Mascara называется. Но мы тоже находили в каком-то бьюти боксе. Может быть, даже в Glossy Box. И здесь кисточка была другая. Она была как щеточка. И она такая, как елочка. Мне она понравилась в разы, в разы больше. Единственная причина, по которой я от нее избавляюсь, это то, что я использовала ее больше месяца. Это раз она стала подсыхать. И перестала делать мне те самые ресницы, которые я люблю. В остальном, тушь вот эта мне понравилась в разы больше. Во-первых, это за кисточки. Во-вторых, она все-таки делала ресницы более визуально для меня такими, какие я хочу их видеть. На каждодневной основе от GOSH тушь хорошая. То есть, если вы не любите драмы на ресницах, вам нужно просто, чтобы у вас были нормальные ресницы, без драмы, без какой-то невероятной длины, то вот эта тушь, она тоже прекрасно работает. Просто для моих личных нужд она мне не подошла. Вот и все. Собственно говоря, все пустые баночки мы с вами сейчас только что рассмотрели. Ух, многовато получилось. Я, конечно, как-то не рассчитывала, что столько удастся собрать. Но год закончился. Пустые баночки тоже закончились. Они будут меня покидать. И мы с вами уже смотрим-смотрим в сторону января конца этого месяца. И какие пустые баночки у вас и меня будут ожидать. Вот это интересно. Ну что ж, тогда увидимся в следующем видео. И поговорим не только про пустые баночки, но и, конечно же, про наши с вами впечатления от использованных продуктов. До встречи. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok